Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, сути его, в сплетнях на рабочем месте, хотя автор вопроса говорит о том, что он сотрудник хороший, ответственный и в самой работе претензий к нему нет. Но, тем не менее, есть сплетни, они выбивают из колеи, по причине того, что у автора вопроса нет семьи, и это поражает определенные слухи, слухи поражают, ну, в какой-то степени, да, неприятные, достаточно, вот, и соответственно, автор вопроса говорит о том, что его это выбивают из колеи. Молчальник, как бы, человек настроения, и поговорить с ним, вот, что называется, просто так, да, не вариант, то есть он, как бы, не поймет, да, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Смотрите. В первую очередь нужно, на мой взгляд, здесь постараться понять и увидеть следующий аспект. Когда вы говорите о том, что вас это выбивает из колеи, нужно понять, каким образом вас это выбивает из колеи. То есть, как конкретно, как конкретно, вас это выбивает из колеи. То есть, вас это задевает, вам это неприятно, вы себя чувствуете как-то не так, вы чего-то боитесь, может быть. То есть, как конкретно вас это выбивает из колеи. То есть, это первое, да. Второй момент заключается в том, что, как вот вы пишете про себя, что вы сотрудник ответственный, и, как вы пишете про себя, что претензий к вам нет на работе, такое ощущение, что вы пытаетесь оправдаться. То есть, как будто бы вот все время или периодически вы, как будто бы, ну, допускаете, что к вам могут быть какие-то претензии. Как будто бы вы допускаете, что, ну, что вы можете делать что-то не так. Как будто бы вы допускаете, что можете вы быть какой-то не такой, да, например, например, например. И, как будто бы вот в том числе, то, что вы ответственны, вы делаете не из желания выполнять работу, не из того, например, что работа вам нравится, допустим. А именно из-за, вот, как бы, такой потребности избежать вот претензий. То есть, как будто бы вы боитесь, что вам сейчас что-то предъявят. И это в определенной степени, как мне кажется, выдает вашу неуверенность в себе. Это в определенной степени выдает то, что вы в себе неуверенны, то, что вы, на мой взгляд, боитесь, ну, может быть, оценки людей. Может быть, вы боитесь того, что он некачественно сделает работу свою, да, ну, например, например, например. То есть, я не говорю, что это вот прям конкретно, конкретно права с историей, да, но как бы вот обратить на это внимание, как мне кажется, нужно, нужно. Вот. Потому что, в момент это, на самом деле, достаточно серьезно. Вот. И, соответственно, те слухи, которые о вас распространяют в этом контексте, являются естественным, как бы это вот печально, может быть, и грустно не звучало, да, это естественное продолжение вашего отношения к себе. То есть, если вы себя объясняете, если вы пытаетесь, условно говоря, выслуживаться, если вы пытаетесь, условно говоря, завоевать одобрение, допустим, допустим, да, вот, то, конечно же, конечно же, будут вот к вам относиться. Относиться к таким образом. И распускать будут о вас сплетни. Да, ну, просто потому что, вот, о вас можно распустить сплетни, потому что вы сами, вот, транслируете к себе такое отношение. Тем, что, вот, как-то, да, вот, не уверены в себе, как-то вот в себе сомневаетесь и как-то заведомо себя уже относите к категории, если можно так сказать, сотрудников, ну, не очень качественно. А ответственность в работе является не следствием ваших, как бы, таких витальных мотивов, да, когда человек делает что-то от души, когда человек делает, потому что ему нравится, когда человек действует, потому что он по-другому не может. А для вас это способ защититься от возможной угрозы, к сожалению. И, соответственно, в этом смысле, я думаю, совершенно очевидно, в какую сторону вам нужно, вот, двигаться. Да, в этом смысле, мне кажется, совершенно очевидно, куда и в каком направлении вам нужно двигаться, да. Следующий важный момент это то, что сплетни, в принципе, всегда были, есть и будут в любых коллективах, потому что некоторым людям просто нечего делать, у некоторых людей отсутствует, что называется, своя собственная жизнь, вот. И, в общем и целом, эта история, история про отсутствие своей собственной жизни, ну, является таким, знаете, как сказать, да, не необходимым злом. Это, наверное, наверное, было бы слишком базово, надо так сказать, да, что вот, что это вот, ну, что это необходимое зло прямо, вот. Но, как бы, вот, то, что это очень часто бывает, вот, в том числе, ну, на рабочих местах, да, и где-то ещё. Это факт, потому что, ну, люди таким образом, вот, они, к сожалению, да, развлекаются, таким образом люди как-то вот себя реализовывают, как-то вот, ну, привносят какое-то разнообразие в свою жизнь. И, соответственно, с одной стороны, от сплетен нельзя полностью, так скажем, избавиться, да, полностью их, ну, полностью их избежать невозможно. Потому что, ну, сплетни есть везде, где есть, вот, как бы, ну, коллектив, да, с одной стороны. А с другой стороны, с другой стороны, со сплетнями можно обращаться. Самый лучший способ обращаться со сплетнями, это быть собой. То есть, как бы, реагировать на это, вот, что называется, ну, своими чувствами, да, то есть, так вот, реагировать так, как, ну, вы на это реагируете. Как бы вы на это не реагировали. То есть, если вам неприятно, если, там, вы не встретили достойного человека, то, соответственно, так вот и нужно выражать. То есть, необходимо понять следующее. Необходимо понять следующее. От чего рождаются сплетни? Да, от чего? От недоговоренности. Сплетни появляются там, где есть недосказанность. Сплетни появляются там, где есть, ну, вот, какой-то недостаток информации. Чем больше у людей недостаток информации, тем больше вероятность того, что будут какие-то сплетни. Соответственно, отсутствие прояснения, при этом не нужно путать прояснения и оправдания, как я уже сказал. Но у меня возникло довольно стойкое ощущение, что именно вы обрадуетесь. То есть, вы не демонстрируете, вот, что называется, да, свою позицию. Вы не обозначаете свою позицию относительно, например, своей семьи, да, а вы вот именно обрадуетесь. Вы именно обрадуетесь, как бы. И, на мой взгляд, это вот существенная проблема. То, что вы пытаетесь оправдываться. Потому что стремление к оправданию порождает прямо обратный эффект. Когда то, от чего вы оправдываетесь, словно говоря, ну, в общем-то, как бы, к вам как раз и вот привязываетесь, грубо говоря. И, соответственно, человек оказывается, на первый взгляд, вот в такой ловушке, когда он не понимает. Казалось бы, он проясняет, да, казалось бы, он объясняет. А люди почему-то понимают его совсем не так и понимают его совсем не в том контексте, в каком он, ну, как бы, пытается информацию до людей донести. Вот, это связано с тем, что коммуникация бывает разного типа. И бывает коммуникация, собственно говоря, вербальная, а бывает коммуникация невербальная. Вот, то, что происходит в невербальной коммуникации, порой может как-то конфликтовать с тем, что происходит в вербальной. Поэтому это нужно отслеживать тоже. И последнее, на что хочется обратить внимание, это, пожалуй, ваше собственное отношение к, ну, к семье, точнее, к, может быть, к отсутствию у вас семьи. То есть, там, вы как к этому относитесь, если вы сами-сами, условно говоря, этого стыдитесь, да, если вы сами, условно говоря, как-то не принимаете свое положение, если оно у вас, там, силу ряда причин тяготит, то, конечно же, это будут чувствовать и другие люди. То есть, чувствовать, что это ваше слабое место и, естественно, на него реагировать, потому что, ну, в зависимости от типа, характера, индивидуальности, это слабые места людей вызывают разные реакции у других. У кого-то жалость, у кого-то гнев, у кого-то ненависть, у кого-то зависть, у кого-то конкуренция, у кого-то что-то еще. И, в заключении, хочется сказать следующее, что вы совершаете несколько типичную и нормальную, но все же ошибку, называя коллективом. Называя коллективом социальную группу, в которой вы находитесь, у вас не коллектив, у вас рабочая группа. Разница заключается в организации взаимодействия между членами коллектива и членами рабочей группы. Я на этом долго останавливаться не буду, потому что это прямо к вашей проблеме отношения не имеет. Но под коллективом понимаются совсем не те отношения, которые описываете вы. Я вам даже скажу больше, что коллективов на сегодняшний день как бы не существует. Коллективов в смысле того, что значит коллектив, существует рабочая группа. А это совсем не то же самое. И говоря о коллективе, вы естественным образом объективизируете значение слова коллектив, пускай даже не совсем его понимают. То есть у меня нет ощущения, что вы отдаете себе в полной мере отчет, где и с кем вы находитесь. То есть такое ощущение, что как бы по умолчанию вы понимаете, что ну да, я работаю, ну да, мы здесь зарабатываем, условно говоря, деньги. Ну да, как бы у людей все свои цели, но понимая это, вы реагируете на сплетни, вот достаточно, так скажем, болезни. И, 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 на мой взгляд, это очень важно. Это очень важно, да, мы сейчас прям, ну, это напрямую, в общем и целом, напрямую, влияет на то, вот как вы себя чувствуете, да, как вы себя ощущаете и так далее. То есть это вот прямо напрямую влияет, к сожалению. И, соответственно, если мы, например, не хотим, да, если мы не хотим, чтобы на нас это влияло, допустим, если мы этого не хотим, то как минимум, на мой взгляд, имеет смысл начать менять к этому свое отношение и вот, в первую очередь, если вот, ну, если менять, да, то, в первую очередь, менять именно, как бы, ну, восприятие того, где вы находитесь. Ну, то есть, вот, как-то, ну, вот, в целом менять восприятие того, где и с кем вы находитесь. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь и вот что вы, что в данном случае я пытаюсь вам сказать. Я отдаю, ну, я отдаю себе отчет в том, что это может быть непросто сделать, да, вот. Я отдаю себе отчет в том, что это нелегко. Я отдаю себе в этом отчет, поверьте. Но, тем не менее, тем не менее, мне хочется, как бы, вот, ну, скажем так, донести, донести до вас этот момент, момент внести до вас этот, вот, аспект, что у вас, по-видимому, есть вот, ну, ошибочное такое восприятие, скажем так, реальность, в которой вы, ну, в которой вы находитесь, ну, вот, к сожалению. И мне кажется, что это может быть как раз такой вот достаточно серьезной проблемой, которая, конечно же, является отражением проблематики, существующей, вот, как-то вот в целом, в целом, да, у вас. То есть, это вот проблематика, существующая, ну, вот, в вашей голове, в вашей психике, вот, понимаете, да, о чем нельзя говорить. Вот, поэтому здесь такой вот вопрос, который, которому нужно быть, ну, вот, что называется, максимально, максимально внимательным и внимательно вам нужно быть. Вот, потому что в противном случае ситуация, ну, как бы, будет еще больше усугубляться, да, вот, и, в общем-то, брать над вами такой, что называется, все больше и больше контракт. Вот, а нам, я думаю, с вами этого бы, ну, нам бы с вами этого не хотелось бы, я думаю. Вот, поэтому, как-то так, вот, ну, в первую очередь, да, какой-то такой ответ хотелось вам предложить. Вот, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот, я желаю вам всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, собственно, работу над собой, да, начать движение вперед, вот. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии, вот. А вот это все, что мы там грел Это мы здесь, где-то вода одлекла, да,aya,. Продолжение следует...